Вы получите большую радость от вида красных черепичных крыш, от огромного пространства зелени, океана полей, огородов и чего-то там еще. Вы получите большую радость от мысли, что живете в таком маленьком и прекрасном уютном стране Литвен. Как странно сегодня звучит слово Родина. В школьных учебниках и прессе это слово уже давно не используется, но оно имеет право существовать, говорит режиссер документального спектакля. Рядовые жители страны, что постарше, даже помнят значение этого понятия. Родина. Какая она, Родина Литва? Моя Литва, она очень красивая, очень любимая. В Литве я состоялась как актриса, смею так о себе сказать, заявить. И в первую очередь я состоялась как мама. Природа награждает каждую женщину этим даром, этим чудом, я бы так сказала. Я счастливая мама, у меня двое деток. И благодаря Литве у меня вот это богатство в жизни есть. Я ее очень люблю. Я болею душой за Литву. И в спектакле есть такое. Кстати, зритель придет и услышит. Но в Грузии мне говорят, ты уже не наша. У тебя уже литовский окрас. Приезжайте в Палангу, если вы соскучились по белорусам. Потому что белорусы – это 80% отдыхающих города Паланга. Приезжайте в Палангу, если у вас остались сентименты по поводу 90-х. И вы скучаете по мужчинам в малиновых пиджаках. Сколько людей живет в Литве, столько и родин у нас здесь в Литве. И вывод такой, что мы очень разные, и страна для нас она тоже очень-очень разная. Я сам русскоязычный. Здесь я живу в Литве, но мои родители русские. Но так получилось, что все мои друзья в основном они литовцы. И поэтому я вижу обе стороны. И я могу сказать, что да, очень сильно отличается. Говоря о родине, мы говорим и о своих традициях, и о религии, и о истории, и о принятии себя и окружающих людей. И поэтому я понял, что это очень актуально. Документальный спектакль, и он основан на наших мыслях, на наших идеях. И во время процесса так получилось, что вся творческая группа разделилась на два лагеря. Это в основном лагерь старшего поколения и лагерь, так сказать, юный. Наверное, только один человек из этого юного лагеря был за мнение старших. Более опытные актеры. Они знают, что такое родина. А мы молодое поколение, мы глобалисты. Как оказалось, актеры, размышляя со сцены о родине Литве, сами многое узнали о ней. Драматург Габриэля Лабанаускати написала пьесу, созданную на основе лаборатории «Моя жизнь в искусстве». Этот спектакль неординарен. Актеры на сцене дискутируют, отображают размышления русскоязычных и не только русскоязычных жителей Литвы, а самой Литве. Были две задачи насчет этого. Место, которое любите, и место, которое не любите. И как раз произошло то, что место, которое не любят, стало интереснее, чем место, которое мы любим. Когда мы дискутировали, что такое родина, я подумала, что моя история такая простая. Но я здесь родилась, в Клайпеде родилась, но сейчас живу в Вильнюсе. И мне очень просто ответить, что моя родина Литва. С другой стороны, очень интересно смотреть, как это по-разному, каждому человеку. Спектакль «Дискуссия» – документальный спектакль – оставит впечатление у зрителей. Он пропитан юмором, он ярок и довольно живой. «Позадил меня сам автобус и повез по всему городу. Побиенешки, параленешки, пошивальщики. И как я добралась до дома, я не помню. Да, кстати, вино было очень вкусное». «Все актеры, которые задействованы в этой работе, они либо чувствуют себя русскими, либо они чувствуют себя грузинами. Кто-то чувствует себя литовцем, будучи воспитанным в русской среде. Кто-то не знает, кто он. И вот мы собраны, вся наша команда из таких людей, которые не понимают, кто они есть до конца. И это удивительно. Особенно молодое поколение нам не говорили, что это такое, нас не заставляли любить Родину». Секрет постановки пока, во время репетиции, раскрыт частично. Режиссер и актеры утверждают, что спектакль помогает задуматься. А что же для меня значит слово «Родина» и какая она, моя Родина, Литва? Ирина Высокович, Игорь Конин, Первый Балтийский канал. И тогда уже точно все. Гэри Уэлл, Швендой.